Два года назад самолёт, следовавший рейсом MH17, разбился на востоке Украины. Погибли все, кто был на борту. Что же известно о трагедии? Крушение рейса MH17 – результат взрыва боеголовки, произошедшего снаружи самолёта. Ракета была выпущена с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины. На этом всё. Никаких имён, никаких обвиняемых пока что. По крайней мере, со стороны экспертов. А вот дилетанты словно с цепи сорвались. Использование открытых источников и социальных сетей помогает проверить подлинность информации и установить реальные факты. Эллиот Хиггинс – представитель новой породы журналистов. У него богатый опыт участия в боевых действиях. Он сражался не на жизнь, а на смерть в компьютерных играх «Варкрафт» и «Call of Duty». Вы когда-нибудь были в зоне военных действий? Нет. Вы профессиональный специалист по оружию? Нет. До недавнего времени вы могли узнать автомат Калашникова или винтовку М-16? Эти два вида оружия я могу узнать, но не более того. Это и не его специализация. Хиггинс любит смотреть ролики на Ютьюбе и делать поспешные выводы. Мы используем судебные документы, статьи с Википедией и слова сумасшедших людей из интернета. Беллинкэт – это расследовательский сайт Хиггинса, который больше других старался связать трагедию М-17 с действиями российской стороны. К примеру, он заказал криминалистическую экспертизу опубликованных Россией спутниковых снимков, а затем заявил, что они подверглись обработке. Представьте, как удивился Хиггинс, когда основатель экспертного сервиса, которым он воспользовался, заявил, что выводы Беллинкэт – пример того, как не надо проводить подобный анализ. Другие настоящие эксперты присоединились к нему, обвинив Беллинкэт в гадании на кофейной гуще. Хиггинс утверждает, что данная видеозапись была сделана 15 июля 2014 года. Поставим на паузу. Видите этот куст? Запись расплывчатая, но не похоже, чтобы он цвел. А теперь перемотаем на 48 часов вперед. Согласно Беллинкэт, это ракетная установка БУК, из которой был сбит рейс MH17. И снова пауза. Тот же самый куст усыпан цветами. Должно быть чудо природы. Но это еще не все. Видите эти полосы? Глубокие следы, которые танки оставили на асфальте. Их заметно даже на видеозаписи не самого лучшего качества. Всего 48 часов спустя следы словно испарились. Представим себе, что произошло убийство, и вы подозреваемый. То, что вы стоите над телом с ножом в руке – прямая улика. Расплывчатый снимок, на котором может быть вы, а может и не вы, сделанный за месяц до убийства и в другой стране – улика, подобно использованным сайтом Беллинкэт. В открытых источниках и социальных сетях можно найти огромное количество информации. Люди чего только не выкладывают. А недостоверные данные можно подбирать так, чтобы они подтверждали какой угодно тезис и любую теорию заговора. А если сделать аргументацию запутанной и псевдонаучной, множество людей примут это на веру. Ведь такая журналистика строится именно на вере, а не на фактах. Мурат Газдиев, РТ